МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. В этом году в нашей стране прошло более 11 тысяч богослужений, в которых приняли участие более 5 миллионов человек. В нашем городе также прошли торжественные литургии и традиционный крестный ход. Подробности далее. В Великую Субботу с самого утра у храмов нашего города собралось много людей, чтобы осветить пасхальные яйца и куличи. Для многих пришедших это не просто дань традициям. Для них Пасха – это действительно один из главных праздников. В этот день все человечество получило надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Все для меня значит Пасха. Светлый, хороший праздник. Мы всегда его очень ждем. Это самое главное событие, которое целый раз в год бывает. Даже лучше, чем день рождения, можно так сказать, лучше, чем Новый год. И ты чувствуешь, что вот сейчас будет маленькое чудо. Вы знаете, в церкви помудишь, особенно вот просто очищение какой-то души и тела очищаешься. Вот светлый праздник, там так хорошо стоить, так радостно. Но вот жаль, что ночью. Я освещаю яйца и куличи, чтобы воскресенье все скушать. Ночью площади перед храмами еще больше заполнились людьми. Несмотря на холодную погоду, на празднование Пасхи пришли сотни сыровчан, чтобы принять участие в крестном ходе. Он прошел при непрерывном перезвоне и праздничном песнопении. По традиции, крестный ход из храма всех святых соединился с крестным ходом из храма Иоанна Предтечи, вместе с которым прошел часть пути по Монастырской площади, а затем верующие с пением стихи Ры Пасхи вновь разделились. В полночь все участники крестного хода остановились перед закрытыми дверями храма. Христос воскресе из мертвых, смерть ее смерть поправ, И случим о грабеже его даровал. Закрытые двери символизируют вход в пещеру, где был гроб Иисуса Христа. И войти в него можно только после того, как священнослужитель возвестит о том, что Христос воскрес. Павел! 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 А после в храмах прошла пасхальная служба. На пасхальное богослужение приходят даже те, кто в обычные дни редко переступают порог храма. Праздников праздник и торжество из торжества вызывает трепет в сердце каждого человека. Мария Рунч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Большинство из нас верят, что весна поднимает настроение и увеличивает оптимизм. Тогда как холодная и темная зима – это время депрессии. Но на деле все наоборот. Статистика показывает, что большинство суицидов происходит именно в весенний период. Так, на прошлой неделе в одном из домов по улице Шверника Саровченко решила свести счеты с жизнью и повесилась прямо у себя в квартире. Предспятные записки сотрудники полиции не нашли. Причины суицида устанавливаются. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Мама, переведи мне денег или ваш сын сбил человека. Эти сообщения с неизвестных номеров уже давно не работают мошенникам на руку. И чтобы провернуть очередную аферу, им приходится изобретать новые способы обмана. В этот раз злоумышленники взломали страницу социальной сети ВКонтакте родной сестры Саровчанки. И попросили от ее имени перевести денежные средства в размере 3000 рублей. Заявительница переводит ей 3000 рублей. В дальнейшем через сеть в страничке ВКонтакт поступает еще одно сообщение с просьбой еще раз перевести ей 3000 рублей. Таких сообщений получилось несколько. Зависимо заподозрив о том, что что-то здесь неладное, перезвонила своей сестре. И в итоге выяснилось, что страница ВКонтакте была взломана. И мошенники таким путем завладели денежными средствами. Еще одно преступление произошло на КПП номер 3. Двое мужчин, проходя через контрольно-пропускной пункт, пытались пронести с собой наркотические вещества. При досмотре данных граждан были обнаружены наркотические вещества в 0,76 грамма. И пакет валерьянки. Данные граждане были доставлены в управление внутренних дел. На данном этапе будет решаться вопрос о мере пресечения, либо о возбуждении уголовного дела. У сотрудников госавтоинспекции тоже выдалась непростая неделя. Всего в городе было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Одно с пострадавшим. В состоянии алкогольного опьянения задержаны 9 автолюбителей. На этой неделе синоптики вновь прогнозируют снегопад. Поэтому сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют во избежание дорожно-транспортных происшествий не менять пока зимнюю резину на летнюю. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. С 12 по 18 мая на улице Зернова у здания номер 34 будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщают в администрации города. При движении по улице Зернова в районе стройки на месте бывшего кинотеатра «Молодежная» Саровчан ожидает сужение полосы движения и ограничение скорости до 20 км в час. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президенты России и Турции объявили о начале строительства атомной электростанции «АККУЮ». Как заявил Владимир Путин, первый энергоблок, возводимый Росатомом АЭС, должен быть запущен уже в 2023 году. При строительстве будут применяться передовые инженерные решения экономически эффективной и надежной технологии. В период с 9 по 11 апреля вызовы участкового педиатра на дом в детской поликлинике осуществляется до 13 часов. Об этом сообщили в клинической больнице номер 50. После часа дня за медицинской помощью необходимо обращаться на скорую помощь. Саровчанину Анатолию Веселовскому присвоили звание заслуженного ветерана Нижегородской области. Для справки, Анатолий Васильевич – представитель Саровской городской общественной организации «Дети войны». Более полувека проработал в ядерном центре. Лауреат многочисленных государственных и ведомственных наград. Праздник Светлой Пасхи пользуется большой популярностью не только у взрослого поколения. Около 30 воспитанников воскресной школы вместе с родителями отметили этот день традиционным куличом и творожной Пасхой. Также они совершили небольшой крестный ход и устроили для собравшихся целое представление. Малыши рассказывали стихотворения, а взрослые подготовили сказку. А еще все желающие могли до самого утра звонить в церковные колокола. Многим участникам праздника еще не исполнилось и пяти лет. Но уже сейчас они с серьезными лицами уверенно отвечают на вопросы, связанные с празднованием Пасхи. Мальчики и девочки, которые ходят в воскресную школу, уверенно рассказывают зрителям рецепт правильного кулича. Вот изюм и курага, и немного травага. В стихах и танцах ребята рассказали зрителям, откуда пошла традиция красить яйца на Пасху. Инсценировали библейские притчи, а родители в свою очередь облачились в героев русской народной сказки «Курочка ряба» и вновь напомнили присутствующим итог этой сказки. По мнению участников праздника, именно такая форма помогает формировать у детей нравственные ориентиры в жизни. Моя личная точка зрения, что это хорошо, потому что я считаю основной задачей сейчас общества и семьи именно нравственное воспитание детей, потому что умственное развитие – это проще гораздо. А еще говорят, что и дети, и взрослые в Пасху могут звонить в церковные колокола до самого утра. Попробуем? Никогда этим не занимался, но когда-то же надо с этого с чего-то начинать. Невероятное чувство. Закончился праздник традиционным чаепитим с конфетами, пирожными, Пасхой и куличами. Но главным достижением дня стало хорошее настроение и позитивный настрой у воспитанников и родителей воскресной школы. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В течение всего воскресенья в Сарове проходили пасхальные службы и мероприятия, посвященные этому празднику. Прочувствовать пасхальное настроение можно было даже в одном из торговых центров города. Активисты волонтерского центра «Радость моя» подготовили для горожан необычную акцию. Молодые люди пропели отрывки из стихар и пасхальную песнь. Хотелось, чтобы людей как-то поздравить таким образом и может обратить их внимание на то, что вот есть праздник замечательный и прекрасный. Христос воскресе! Христос воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! К другим новостям. В молодежном центре собрались путешественники города. Уже в девятый раз там подвели итоги самого яркого и необычного фотоконкурса под названием «Люди идут по свету», организованного Федерацией спортивного туризма. Сторонники этого вида спорта ходят в походы и создают удивительные фотоотчеты с описаниями своих маршрутов. За год собирается целая библиотека материалов. Александр Кушнарев, в прошлом заядный альпинист, участвует в туристической фотовыставке пятый год подряд. И в этот раз сразу три его работы попали в число призеров конкурса. В категории «Спортивный туризм» третье место получила его фотография «Девочка на скале». Эта фотография сделана в Крыму в районе Судака. Начало сезона, весна, первый выход на рельеф, на скалы. Отправляете фотографии на конкурс Александр на победу не рассчитывал, поэтому и результат его приятно удивил. Вместе с ним в конкурсе приняло участие полтора десятка фотографов-любителей. А общее количество присланных работ легко перевалило за отметку 200 штук. У нас туризм является заочным видом спорта. То есть мы сначала ходим в походы, а потом нас оценивают. Оценивают нас по фотографиям и по видеороликам, где мы прошли, как мы проходили. Поэтому, чтобы повышать мастерство туристов в фотографиях и видеороликах, мы будут устроить этот конкурс. Проходит конкурс фото- и видеоработ путешественников города уже в девятый раз. Соревнуются фотографы в самых популярных туристических дисциплинах. Спортивный туризм, семейный туризм, турлирика и волшебный мир природы. Оценивают работы профессиональные фотографы. А для победы порой совершенно не обязательно выезжать за пределы города. У нас одна девочка среофировала байдарку на соревнованиях с висячего моста около спортсменной школы. Это значит фотография вошла в двойку, в тройку самых лучших фотографий всех временных народов. Следующий год у фотографов-туристов будет юбилейным. А значит и участников, и присланных работ будет в несколько раз больше. И как советуют старожилы конкурса, чтобы победить, путешествовать надо больше и дальше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Для любителей хоккея сезон 2017-2018 стал особенным. Благодаря поддержке спонсора, саровские хоккеисты-любители смогли вернуться в региональное первенство после многолетнего перерыва. И это возвращение стало триумфальным. Целый год хоккейный клуб «Саровинвест» уверенно шел к званию лучшей команды области. В регулярном чемпионате спортсмены проиграли всего один матч. За главный трофей соревнований саровчане сражались с хоккейным клубом «Сечного» и смогли подарить своим болельщикам настоящий праздник. Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет «Саров» не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате. Блестящее выступление в плей-офф и, как результат, красивый финал. Хокк «Саровинвест» в трех матчах обыграл своего соперника из Сеченова. Конечно, ребятам тяжеловато, Сечен, все-таки две пятерки играют. Наши хорошие зоны играют хорошо, молодцы. Комбинации хорошие. А уровни высшие лиги. Поляков нормально, Румынин хорошо играет, нормально ребята играют. Комбинации хорошие. Получается. Отлично играет, молодцы. Какой счет будет? К 20 надо забить сегодня. Я думаю, за десятку будет, где-то 12-13 еще набьют. Так что куб наш. Я же шабардарки вам сказал. Наш будет наш. Во втором матче финала на выезде в Сеченова наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней третьей встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. Сеченовцы смогли ответить лишь семью. Команда Сеченова – это очень достойная команда. Она вышла в финал. То есть это уже показатели в полуфинале. Они обыграли в Иксу достаточно сильную команду. Поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились. У нас нет основного вратаря. Поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настроена наша команда на эту серию. То есть первую игру где-то мы зацепились там, постарались. Но у нас физических сил не хватило. Команда Саров более свежее, быстрее. И количество их народу больше. Закономерная победа и заслуженный кубок. Поздравления с чемпионством саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда Сарова на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда Саров Инвест заняла первое место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял первое место. Я от всей души поздравляю эту команду болельщиков с этой победой. Рады поздравить нашу команду Саров Инвест с убедительной победой. И мы рады тому, что хотей у нас в Сарове продлился практически до конца апреля. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность компании Саров Инвест за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. С победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочется сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павла Дмитриевичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. В следующем сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» обещает не сбавлять обороты и продолжать радовать болельщиков своими победами. А значит, впереди нас ждут захватывающие игры и яркие спортивные эмоции. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин